Здравствуйте! Мы продолжаем изучать первый раздел по истории Беларуси и тема сегодняшнего урока «Общественно-политическая жизнь в 1920-1930 годы». Ознакомьтесь с планом нашего урока. Обратите внимание на условные обозначения. Это графический элемент для отображения определенных действий, которые помогут вам в ходе изучения материала. После окончания Гражданской войны и перехода к миру, стала понятна необходимость новых подходов к национально-государственному строительству. Необходимость возрождения народного хозяйства требовала более тесные экономические отношения между республиками. Партия большевиков стояла на позициях создания единого государства, способного выстоять в капиталистическом окружении. Комиссия по делам национальности под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина подготовила проект объединения. Это был так называемый план автономизации. Его идея заключалась в том, чтобы в состав Российской Советской Федеративно-Социалистической Республики на правах автономии вошли другие советские республики, что лишало их суверенитета. В свою очередь Владимир Ильич Ленин предложил создать новое союзное государство путем объединения всех советских республик на равноправных началах с правом выхода из союза. Это закреплялось в самом названии нового государства – Союз Советских Социалистических Республик. Все республики сохраняли атрибуты государственности – законодательную, исполнительную и судебную власть. Часть полномочий они добровольно передавали центральным органам власти. Союз Советских Социалистических Республик должен был стать федеративным государством, добровольным и равноправным союзом Советских Национальных Республик. Поставьте видео на паузу и сравните Ленинский и Сталинский планы объединения Советских Республик. Какой из планов, по вашему мнению, наиболее отвечал интересам белорусского советского государства? Интересам белорусского советского государства наиболее отвечал Ленинский план, поскольку он предполагал объединение республик с сохранением государственности и независимости, отдавая часть полномочий единому центру. А Сталинский план предполагал лишение независимости и объединения в унитарное единое государство. Вопрос о создании Союза Советских Социалистических Республик и вхождении в его состав Советской Социалистической Республики Белоруссии обсуждался на 4-м Всебелорусском съезде Советов 14-18 декабря 1922 года в Минске. 20 декабря 1922 года съезд представителей Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Украины, Белоруссии и Закавказской Федерации принял декларацию и договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Был избран Центральный исполнительный комитет, в состав которого от Социалистической Советской Республики Белоруссии вошло 7 человек. В 1923 году было образовано Союзное правительство – Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик. Его возглавил Владимир Ильич Ленин. На 2-м Всесоюзном съезде Советов в январе 1924 года была принята Конституция Союза Советских Социалистических Республик. По Конституции высшим органом власти становился Всесоюзный съезд Советов, а между съездами Центральный исполнительный комитет, состоявший из двух палат – Союзного Совета и Совета национальностей. Высшим исполнительным органом провозглашался Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик. Он ведал иностранными делами, обороной страны, внешней торговлей, путями сообщения, финансами. В ведении союзных республик находились внутренние дела, просвещение, юстиция, социальное обеспечение, здравоохранение и ряд других вопросов. В 1927 году Восьмым Всебелорусским съездом Советов была принята новая Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики. В ней Белорусская Советская Социалистическая Республика провозглашалась социалистическим государством диктатуры пролетариата, в котором вся власть принадлежит Советам Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов. Закреплялось вхождение Белорусской Советской Социалистической Республики в Союз Советских Социалистических Республик с правом свободного выхода из него. Белорусская Советская Социалистическая Республика имела право принимать свою Конституцию, вносить в нее изменения, создавать органы государственной власти. В 1920-1930 годы сложились основные черты общественно-политической системы белорусского советского общества. Ее основу составляли Советы всех уровней, что было законодательно закреплено в Конституциях Союза Советских Социалистических Республик и Белорусской Советской Социалистической Республики. Так, в Конституции 1937 года декларировалось, что вся власть Белорусской Советской Социалистической Республики принадлежит трудящимся городам и деревни в лице Советов депутатов трудящихся. Высшим органом государственной власти Республики провозглашался Верховный Совет, который избирал Президиум Верховного Совета и создавал правительство. Совет народных комиссаров, Верховный Совет являлись правоприемниками Центрального Исполнительного Комитета Белорусской Советской Социалистической Республики до 1978 года и избирался гражданами по избирательным округам сроком на 4 года. Ведущая роль в советской общественно-политической системе отводилась Коммунистической партии. Поставьте видео на паузу и составьте схему «Государственная система управления в Белорусской Советской Социалистической Республике». Проверьте себя. Коммунистическая партия большевиков в Белоруссии являлась составной частью Всесоюзной Коммунистической партии большевиков. Она определяла основные направления внутренней и внешней политики, организовывала их выполнение, контролировала всю вертикаль власти. Под руководством Компартии работали органы государственной власти и управления, а также общественные организации. К середине 1920-х годов в Белорусской Советской Социалистической Республике установилась однопартийная система управления. Некоммунистические партии и общественные движения перестали существовать. В 1921 году прекратил свою деятельность бунт. Часть его членов влилась в состав Коммунистической партии большевиков в Белоруссии. В 1924 году самораспустилась Белорусская партия социалистов-революционеров. В 1925 году на конференции в Берлине Рада Белорусской Народной Республики объявила о самораспуске и прекращении борьбы с советской властью. Белорусская Советская Социалистическая Республика была признана центром консолидации белорусского народа и национально-государственного возрождения Белоруссии. Резервом и помощником Коммунистической партии провозглашался Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. В 1940 году Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Белоруссии насчитывал около 164 тысяч человек. Связующим звеном между партией и рабочими были профсоюзы. Массовые добровольные организации, которые отстаивали интересы трудящихся перед администрацией. В 1937 году профсоюзы Белорусской Советской Социалистической Республики объединяли в своих рядах более 500 тысяч человек. При этом профсоюзы в колхозах и армии не создавались. В середине 1930-х во всех сферах общественной жизни в Союзе Советских Социалистических Республик произошли большие изменения. Советское руководство во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталином пришло к выводу о том, что в Союзе Советских Социалистических Республик уже к середине 1930-х годов были построены основы социализма. Союз Советских Социалистических Республик стремился продемонстрировать всему миру успехи и преимущества социалистического строя. 5 декабря 1936 года была принята новая конституция Союза Советских Социалистических Республик. Новая конституция Белорусской Советской Социалистической Республики 1937 года полностью ей соответствовала. Конституция 1937 года провозглашала Белорусскую Советскую Социалистическую Республику социалистическим государством рабочих и крестьян. В Конституции 1937 года был расширен круг прав и свобод граждан, намечен переход к разделению власти на законодательную, исполнительную и судебную. Поставьте видео на паузу и ответьте на вопрос, о каких отличительных чертах общественно-политической системы свидетельствовал безальтернативный порядок выборов в Советы Депутатов Трудящихся, как в органы советской власти. Безальтернативный порядок выборов свидетельствовал о том, что на высокие посты попадали только те люди, которые были согласованы с местным партийным руководством. Быть избранным в органы власти могли по заранее составленным спискам только члены Коммунистической партии, либо беспартийные, поддерживающие политику партии. В конце 1920-х годов руководство Коммунистической партии во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталином взяло курс на форсированную индустриализацию и коллективизацию сельского хозяйства. Это потребовало мобилизации усилий всего населения страны и обеспечения абсолютной поддержки государственной политики. Необходимо было нейтрализовать потенциальную политическую оппозицию. В качестве важнейшего инструмента осуществления своей политики партия использовала государственное политическое управление, деятельность которого была сосредоточена на борьбе с контрреволюцией, шпионажем, обеспечении государственной безопасности и борьбе с чуждыми советской власти элементами. Для оправдания массовых арестов был выдвинут тезис об обострении классовой борьбы в социалистическом обществе. В национальных республиках он обернулся репрессиями против так называемых носителей местного буржуазного национализма. Множество людей оказались жертвами надуманных и сфабрикованных обвинений, но среди репрессированных были и те, кто имел в своем активе конкретные действия, направленные против существующего строя. Поставьте видео на паузу и определите, о каких явлениях общественно-политической жизни свидетельствует этот исторический документ. Исторический документ свидетельствует о репрессиях, расстрелах и арестах, происходивших в 1930-1940 годы. Домашнее задание. Вам предлагается прочитать параграф 4 и выполнить вопросы и задания на странице 34 учебного пособия.